Спасатели Щелковского центра гражданской защиты в школе номер 20 организовали для учащихся начальных классов увлекательную эстафету. Дети выполняли различные командные задания, чтобы, согласно сценарию, помочь спасателям в той или иной чрезвычайной ситуации. Вместе с профессионалами своего дела приехали и четвероногие друзья корги отряда «Маруся и спасатели». Мальчишки и девчонки были рады пушистым друзьям и, конечно, послушать рассказ о том, как же проходят будни спасателей. Каждый четверг мы стараемся, либо дети к нам приезжают, либо мы в Шкоды выезжаем. В зависимости от ситуации, если нет каких-то происшествий серьезных, проводятся эстафеты, проводятся встречи с корги отрядом, проводятся общения и рассказы о жизни спасателей. Это, я считаю, что правильное дело. Поэтому мы будем делать это у нас в плане мероприятий. Далеко на весь учебный год расписано каждый день. Спасатели заглянули в каждый класс, чтобы ребята смогли поближе познакомиться с корги отряда. Школьники, в свою очередь, подарили гостям свои рисунки, на которых изобразили Марусю и ее друзей. Ребятам очень понравилось мероприятие. По мнению подрастающего поколения, работа спасателей очень нужная и важная. Я очень давно не видел Марусю. Мне очень было приятно с ней еще раз увидеться. Мне было очень приятно увидеть еще ее друзей. Работа спасателей нужна, чтобы, мне кажется, помогать в первую очередь. И если что-то пойдет, допустим, не так, и пожар и так далее, они бы всегда пришли на помощь вовремя. Все желающие смогли сфотографироваться с талисманом Щелковского центра гражданской защиты Корги Маруси Леонидовны и ее друзьями. Спасатели пообещали школьникам обязательно приехать к ним в гости еще. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.